Сегодня я расскажу о тех трансформациях, которые должны произойти у вас в голове, чтобы вы перестали одеваться как мальчик и стали выглядеть как мужчина. Проблема того, когда ты плохо выглядишь, заключается в том, что ты хочешь, чтобы люди смотрели дальше своих суждений. Поэтому первый шаг к тому, чтобы трансформировать свой стиль, заключается в том, что вам не должно быть все равно. Серьезно, ко мне постоянно обращаются женщины с просьбами, могу ли я помочь их парням или мужьям выглядеть лучше. И мой ответ – нет. Потому что если он этого не хочет, то никто не в силах его заставить. Жизнь сама заставляет того, кто хочет делать изменения путем боли или стремления к прогрессу. Боли-то, когда его отшили, потому что он не выглядел достаточно хорошо. Ну, или прогресс – это когда мужчина сам осознает, что он хочет прокачать свой стиль, чтобы получить новые результаты. Когда у вас появляется такая искра мотивации, то на своем канале РМРС я стараюсь показать вам все возможные способы, как при помощи стиля вы можете улучшить вашу жизнь. Я бы мог загидать вас всякой скучной статистикой и фактами о том, как мужчины, которые выглядят лучше, зарабатывают на 20-30% больше за свою карьеру. Но мне больше нравится это то, когда мужчина просто начинает применять на практике и получает подтверждение этому в жизни. Например, комплименты. Надев пиджак, используя карманный платок, надевая одежду по размеру, пользуясь пермидой стиля, фокусируясь на размере, ткани, функциональности вашей одежды, вы начинаете получать комплименты. Люди говорят, что вы выглядите хорошо сегодня. Мне нравится твой костюм, у тебя отличные духи. Люди говорят вам об этом. Вот в чем прелесть. Таким образом вы начинаете себя лучше чувствовать, и это та мотивация, которая часто нужна мужчинам, потому что иногда трудно понять, что ты больше зарабатываешь. Намного проще улавливать ощущение, что вы себя лучше чувствуете, и что вы более уверены в себе. Вот что важно. Знай себе цену и относись к себе соответствующе. Второе, что нужно усвоить в трансформации стиля, это то, как одежда влияет на других людей, и то, как она влияет на тебя. Есть две стороны психологии стиля. Как вы одеваетесь, и как это когнитивно на вас сказывается. То, как окружающие люди вас воспринимают. Восприятие, репутация, суждение. Есть исследования, в котором классические музыканты выходят на сцену, и начинают играть музыку. Люди делали о них суждения. Музыка не менялась. Всякий раз игралось одно и то же произведение. Это была запись. Поэтому люди оценивали то, как музыканты выглядели внешне. Все. И знаете что? Они оценивали по-разному. Если ожидания того, как должен выглядеть классический музыкант, не оправдали себя, то люди оценивали его гораздо хуже. Вроде как они должны были оценивать музыку. Мы как люди, нам свойственно обращать внимание на много вещей сразу. Такие вот люди, вы, может, конечно, идеальны. Вы не судите о книге по обложке, но большинство людей пользуются простыми суждениями. Потому что они слишком устают от всего, что происходит, и всей поступающей информации. Поэтому они все размещают по коробочкам. У меня в голове есть идея того, как выглядит высокостатусный человек, как выглядит успешный человек, как выглядит привлекательный человек, как выглядит мой тип. И люди распределяют все по коробочкам. То, как вы выглядите, туда вас и поместили. Конечно, есть способы, как превзойти это. Есть много примеров того, где успешные люди выглядят, как им захочется. И пока вы не Марк Цукерберг или Стив Джобс, люди будут вас судить по тому, как вы выглядите. И этих парней тоже оценивали. Поэтому вам надо понимать, какова ситуация, и что люди тяготеют к стереотипному мышлению. Что если человек в костюме, то ему можно доверять. Что определенные цвета будут более агрессивными, другие цвета привлекательны. И когда вы это знаете, то вы можете использовать это в свою выгоду. Я не говорю, что вам надо манипулировать людьми. Что я хочу сказать, не стоит стрелять себе в ногу. Если вы устраиваетесь на работу, и вам говорят, что у них нет дресс-кода, все равно стоит одеваться соответствующе. Лучше хорошо выглядеть на собеседовании по видео, потому что у них могут быть большие планы на вас. Они хотят, чтобы в будущем вы были лицом для клиентов. И поэтому, если они видят вас в потрепанной одежде, вместо того, чтобы вы выглядели с иголочки, то вы сами себе оказываете услугу. Лучше чуть больше узнать о компании и адрес-коде, который у нее есть, чтобы ничего не отвлекало внимание. Потому что все это люди, которые делают суждения, поэтому вам нужно предстать в лучшем свете. С другой стороны, одежда оказывает влияние на нас и на нашу эффективность, на наши внутренние ощущения. Есть классическое исследование, в котором люди надевали белые халаты. Затем людям говорили, что у кого-то халат врача, а у других просто форма маляра. Те, кому сказали, что у них халат доктора, те статистически лучше отвечали на тесты. Почему? Потому что, когда они находились в этом халате, то были более сфокусированы. Они начинали обращать больше внимания к деталям. Нужно ли вам носить белый халат? Нет. Я говорю, что есть определенная одежда, которая может помочь вам повысить вашу эффективность. Те, кто занимаются спортом, знают об этом. Если вы вышли на поле не в той форме, то вы можете начать нервничать и чувствовать себя не в своей тарелке. Несмотря на то, что вы тот же самый, не та форма может оказать влияние на вашу игру. Парни, поймите, кто вы такой и как вы хотите выглядеть, чтобы доносить свое послание другим людям. Потому что это несет в себе глубокий смысл и ощутимый эффект на вас и на других людей. Господа, я хотел бы прервать это видео на пару мгновений, и хочу рассказать вам о Вайтаман. Это моя компания, которая в Австралии производит, пожалуй, лучшие продукты для ухода на основе натуральных органических ингредиентов. Продукты, которые помогут вам ухаживать за собой. Это средства для очищения кожи, лица и тела. Маски для лица. Скрабы для кожи, чтобы удалять клетки мертвой кожи. Сыворотка для кожи вокруг глаз. Это помогает убрать мешки под глазами. Наш секретный продукт, который защищает кожу, увлажнитель для кожи, который быстро впитывается. Он помогает коже выглядеть свежо. Еще у нас есть масло для бритья. Также самый лучший гель для бритья. И, на мой взгляд, самый прикольный натуральный охлаждающий гель после бритья. И, конечно, специальный увлажнитель для лица, который разработан для мужчин, как вы. Если вы хотите сделать крутую прическу, если вы ищете специальный шампунь, если у вас жирная голова, или наоборот сухая, или тонкие волосы, у нас есть для вас продукт. Мне нравится заниматься развитием этой компании. Я рад, что у меня есть такие хорошие продукты. Можете глянуть на то, что мы делаем. Буду рад вашей поддержке. А какие продукты Вайтамин вам интересны? Ответьте в закрепленном комментарии. Мужчина, который решил не читать, не имеет никакого преимущества перед тем, кто этого не умеет. Следующий шаг к вашей трансформации стиля – это инвестировать в свое образование. Вы меня часто спрашиваете, «Антонио, какие книги ты читаешь?» «Джентльмен Барнхарда Рецеля». Одна из моих любимых книг по мужскому стилю. У меня есть все издания, но я бы рекомендовал брать последнюю. Разница только в примерах, которые они приводят. В целом, это шикарная книга, рекомендую. Далее, Джош Симс «Мужской стиль». Сотни примеров из реальной жизни. В основном это знаменитости, но это даже хорошо, потому что если ты знаешь кого-то, кто тебе нравится, то можно посмотреть, как он одевается, его стиль. Полноценное руководство в классический мужской гардероб. Эта книга не выигрывает наград за оригинальность или лучшие иллюстрации. Мне в ней нравится, что она дешевая и отлично делает свою работу. И это, пожалуй, лучшее, что вы можете взять, если вы только начинаете. Далее, «Мужчина и манеры» Давида Когенса. Есть поговорка, что «Манеры делают мужчину». Если хотите разобраться, что такое хорошие манеры, то эта книга для вас. Если вам нравится обувь, то купите книгу Ласла Васса и Магды Вальнар. Обувь для мужчин, сделанная вручную. Вам нравятся часы? Джин Стоун, часы. Отличная книга. Если вам по душе духи и вы хотите знать на 99,9% больше, чем остальные люди, Нил Чапман «Парфюм». Мне нравится в этой книге, что первая глава – это настоящее погружение в ароматы. Затем он уже разбивает ароматы на оттенки и с чем они ассоциируются. Несмотря на то, что большинство ароматов в ней женские, как мужчине вам все равно будет интересно и легко ее прочитать. Лучший вклад, который мужчина может сделать – это инвестиция в себя. Четвертый шаг по вашей трансформации – это достать кошелек и вложить в свой имидж. Это кажется очевидным, но я так часто видел, как люди инвестируют свое образование в свой опыт, но они не вкладываются в свой внешний вид. Представьте, у вас есть друг, который только что купил Феррари и хочет разделить с вами радость, и предлагает прокатиться на ней. Он безумолку говорит о движке, об истории. Он ее выкатывает, а она все в смятку. Нет бамперов и цвета, блес. Вам как-то не по себе будет в нее залазить. Несмотря на то, что движок ревет громко и сцепление работает. Суть в том, что снаружи она не выглядит соответствующе. Вы делаете то же самое, вы проработали 20 лет, у вас 3 диплома, но выглядите ли вы как успешный человек? Это ключевой показатель. Вы должны инвестировать в подходящую одежду, а не просто покупать костюм. Вам нужен костюм, который вам подходит, который функционален. У него классический дизайн, по ощущениям он тоже шикарный, у него хорошая ткань. На эти детали надо обращать внимание, если вы хотите проецировать успех, если вы хотите выглядеть как компетентный человек в своем деле. Понятное дело, что кого-то поджимают финансы, а кто-то сейчас в поисках работы. Но последний пункт, знание о мужском стиле, может помочь вам находить хорошие вещи по отличной цене. Чем больше вы знаете, тем лучше вы разбираетесь. Никто не говорит, что вам надо потратить много денег. Просто надо понимать, что вам поможет выглядеть хорошо для вашего рода деятельности, для подходящей ситуации. Тогда вы идете и покупаете эту вещь. Да, может придется всплакнуть разок, но зато каждый раз надев ее, вы будете чувствовать себя на плям баксов. Надо инвестировать в правильные вещи, особенно в обувь, которая со временем будет выглядеть только лучше. Вот как вы знаете, что вы сделали хорошую инвестицию. Мы то, что мы постоянно делаем. Мастерство. Это не искусство. Это привычка. Следующий шаг по трансформации, господа. Практика одеваться так, как тот мужчина, которым бы вы хотели быть. Не знаю, как у вас, ребята, но в моей семье любят Хэллоуин. Наряжаться в забавные костюмы и ходить, пугать людей. Для них это забава, которая случается раз в год. Они чувствуют себя кем-то другим в этих образах. Когда вы надеваете хорошую одежду, то это не должно быть для вас как костюм. Это должно быть как нечто, что вы уже умеете носить. Что вы уже привыкли так одеваться, и вам это нравится. Очень многие парни считают, что если они красиво оденутся, то им будет неудобно. На самом деле нет. Это просто непривычно, и это большая разница. И если вам что-то непривычно, вы так не ходили, не знаете, как это будет ощущаться, то когда вы попрактикуетесь стильно выглядеть, то вы привыкнете к этому. И когда вы оденетесь по-простому, вам это покажется странным. Я знаю это по личному опыту, и потому что мне говорили другие ребята. Вот что было бы хорошо сделать нормой. Просто прокачайте вашу повседневную униформу, и так незаметно для себя вы станете лучше выглядеть. Вы почувствуете магию стиля. Вы практикуетесь стильно выглядеть день ото дня, и в один момент вы формируете свой персональный стиль. Господа, когда вы стильно одеваетесь, это со временем становится частью вас. Становится вашей второй натурой. Другие люди тоже к этому привыкают. Они привыкают к тому, чтобы видеть вас в отличном образе. Вы сами становитесь более уверены, и если вы выйдете перед людьми, которые вас не знают, то у вас не будет ощущения, что вы нарядились. Вы будете чувствовать себя свободно. Вы будете в своей тарелке. Обучая других, мы сами учимся. Очень важный шаг вашей трансформации. Вам надо передавать дальше те знания, которые вы получили. Станьте ментором для других. Может, для парнишки из вашей церкви. Или для нового сотрудника компании, который не осознает негласный дресс-код. Или если он хочет построить карьеру, ему придется выглядеть соответствующим образом. И не надо смущать людей. Не стоит тыкать в их ошибки. Не старайтесь выехать на их неопытности. Лучше подчеркните то, что у них получается. И можете намекнуть, что они могли бы улучшить. Может, улучшить обувь или приобрести аксессуар. Мне нравится твой стиль, но думал ли ты об этом? Суть в том, что вы не знаете, откуда эти люди пришли и какие у них взгляды. Поэтому все, что вы можете, это поделиться с ними добром. Тем, что у вас есть. Можете сделать им комплимент или помочь, потому что этот молодой сотрудник может стать в будущем директором или лидером группы. Люди не будут помнить, что вы им сказали, но они запомнят те ощущения, которые вы им дали. Поэтому помогайте людям чувствовать себя хорошо. Парни, я знаю, что у вас есть свое мнение, поэтому мне интересно услышать его в комментариях. Пишите, что вам понравилось, что я упустил, как я мог бы сделать лучше, что смотреть дальше, как насчет секретов стиля Тома Форда. Какие секреты, вы их узнаете из видео.